This conference will now be recorded. Мы рады приветствовать всех присутствующих в нашем Центре обучения специалистов Прим. ГТУ и Небауна. Сегодня мы с вами поговорим о требованиях бизнеса к современному HR. Мы разберемся, от чего же происходят конфликты между HR и бизнесом, и чего хочет бизнес от нас, потому что действительно не всегда понятно. Поэтому я вам скажу свою точку зрения и попрошу вас тоже поучаствовать в этой дискуссии и написать свое мнение, если оно будет отлично от меня, ну или поддержать меня. Мне это тоже будет приятно. Итак, первое, о чем я вас попрошу, пока я буду представляться, рассказывать о нашем Центре, поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если у ваших HR были конфликты с бизнесом. Ну, если вы тоже и чат, и у вас были когда-то в вашей работе конфликты с бизнесом, поставьте, пожалуйста, хотя бы один конфликт. Если никогда таких конфликтов не было, и вы разговариваете с бизнесом на одном языке, поставьте, пожалуйста, минус. Значит, конфликтов не было, прям вот все супер, идеальные отношения. Значит, пока вы пишете, я немного расскажу о себе, о нашем Центре и о том, о чем будем говорить сегодня. Называется у нас 9 плюс требований бизнеса к современному HR. Это означает, что требований более 9, но мы рассмотрим пока вот 9 подходов самых-самых основных. Мы узнаем с вами немного о российской действительности, HR в действительности, что сейчас происходит на рынке, узнаем, каковы основные требования к современному HR-менеджеру предъявляет бизнес и какое будущее ждет HR. И получим ответы на вопросы. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, задавайте. И я надеюсь, что я тоже получу ответы на свои вопросы, которые буду задавать. Коллеги, вновь подключившиеся, мы вас приветствуем. И я попрошу вас написать в чате плюс, если у вас, как у HR или у ваших HR были какие-то конфликты с бизнесом. Если конфликтов не было, поставьте, пожалуйста, минус. Сейчас я вернусь к нашему опросу, и мы посмотрим статистику. Нашему центру 29 лет, в этом году исполняется 30 лет, и у нас более 250 преподавателей. Одним из преподавателей являюсь я, Ольга Юрьевна Светлышева. И это мои регалии. Я член от СПОКО, сертифицированный специалист в области кадрового менеджмента и кандидат юридических наук. Работала, начинала свою деятельность с преподавания. 10 лет работала в учебном заведении, в высшем учебном заведении. И затем перешла в HR после окончания годичных курсов при МГУ имени Ломоносова. Так вот, я хотела бы на этом пока остановиться, потому что, если говорить о нашей тиме сегодняшней, с вашего позволения, я посмотрю чат. Так, я вижу, что есть плюсы и минусы. Да, спасибо большое. Сейчас я прокомментирую. Коллеги, пожалуйста, пишите в чат плюсы и минусы свои. Посмотрим, как у нас, что за аудитория, да? И я бы хотела рассказать о том, что я тоже испытывала трудности с бизнесом, когда переходила из государственной структуры в бизнес, в бизнес-структуру, в рыночную. Как я уже говорила, 10 лет проработала на одном месте в государственной структуре, преподавала и там приветствовалась исполнительность. То есть, если я все делаю по стандартам, по регламентам, я молодец и меня хвалят, да? Я имею какие-то там привилегии, продвижения и так далее. Когда я пришла в бизнес, я не могла понять вначале, что от меня требуется, потому что модель моего поведения была прежней, да? Я была так исполнительной, старалась выполнить все, что требуется от меня, но почему-то все равно были претензии и как-то народ не мог объяснить, что он от меня хочет. Позже я поняла, что в бизнесе приветствуется активность и инициативность. И когда я это поняла, я стала в себе вырабатывать. Если раньше в государственной структуре подавляла это, потому что, помните, есть это подражение, инициативно-казуемо, да? Вот у нас было принято так, такая корпоративная культура была. Теперь я перешла в выручную ситуацию, и я поняла, что от меня требуется активность и инициативность. Начала вырабатывать в себе эти качества. Но, между прочим, пока до меня дошло это, мне же никто это не объяснил, я совершила очень много ошибок. Вот одной из ошибок, которая, кстати, достаточно часто распространена среди HR-ов, это то, что HR-ы люди гуманистического склада и очень сочувствуют окружающим. С одной стороны, это хорошо, потому что, действительно, мы работаем с людьми. С другой стороны, вот такое повышенное сочувствие к работникам может привести к нанесению вреда и риска для бизнеса. Потому что бизнес считает, что необходимо отстаивать интересы бизнеса. А как мы это сделаем, как будем крутиться, никого это не интересует. И вот я хочу привести вам в пример опрос сайта Executive. Они проводили опрос, который назывался «Оцените вашего HR». И спрашивали, ну, как правило, посетителей этого сайта, а посетителями сайта являются первые лица организации и топ-менеджеры, руководители среднего звена, ну, то есть, вот именно те внутренние заказчики, с которыми мы работаем. Вопрос был такой, на чьей стороне находится HR? В результате, по факту, выяснилось, что 62%, чуть больше половины, защищает интересы руководства. 33% ищет компромисс между двумя группами. И 5% защищает интересы работника. Ну, то, что защищать интересы работника и вставать в оппозицию к бизнесу не стоит, это, наверное, всем понятно. А вот компромисс между двумя группами, это, в общем-то, тоже, наверное, не совсем верно, потому что компромисс предполагает, что мы будем периодически принимать сторону работника. Наша задача, наверное, заключается в том, что следует понимать интересы бизнеса и, исходя из интересов бизнеса, уже выстраивать свою деятельность. Ну, например, приходит, предположим, руководитель структурного определения и говорит, что надо срочно уволить какого-нибудь работника, а мы понимаем, что такое увольнение может повлиять за собой серьезные последствия. Наши действия. Если мы отставим интересы работника, как мы будем действовать? Мы скажем, нет, нельзя, ну, он же имеет право и все-все-все прочее. Если мы ищем компромисс, то мы начинаем рассуждать так. Можно, конечно, поступить вот таким образом, тогда будет так, можно поступить таким образом, будет так, это компромисс. И, наконец, если мы защищаем интересы бизнеса, то мы рассуждаем таким образом. Какие риски будет нести наш бизнес, если мы поступим вот таким образом. Чувствуете? Вот три разных подхода. И вот тут, если мы сможем, если мы поймем риски для бизнеса и сможем донести, это будем убедительными, тогда, наверное, нам поверят и будут с нами считаться. Кстати, вот еще одним таким нюансом и слабой моей стороной было, это то, что я не умела разговаривать с работниками при увольнении. Мне их было уже ужасно жалко. Это потом я уже научилась абстрагироваться и понимать, что как нужно говорить и что иногда увольнение работника даже ему на пользу. И самая главная задача, конечно, вот в таких разговорах, это то, что человек уходит, но оставляет хорошее впечатление у компании. В общем, граблей было много, наступала я на многие грабли, но и в результате я делала какие-то определенные выводы. Состоялась профессия, на мой взгляд, выросла до директора по персоналу и в качестве директора по персоналу пришла сюда, в Центр компьютерного обучения, специалист. 12 лет назад, и сейчас я перешла в преподавание в виду курсы по управлению персоналом, кадровые курсы, курсы по трудоустройству выпускников, семинары, практикумы. Курирую HR-клуб специалистов в социальных сетях, консультирую слушателей и выпускников по вопросам управления персоналом и публикую статьи, посты в профессиональных журналах и специализированных сайтах. Свои контакты я вам тоже оставлю. Это моя электронная почта, это ссылка на мою страницу на сайте специалист, ссылки на мои страницы на профиле в Facebook и ВКонтакте. Приходите, будем общаться, дружить и обмениваться опытом. Ну а это наш HR-клуб, курирую, у нас есть администратор Светлана, она сегодня тоже с нами. И мы с радостью будем видеть вас в наших подписчиках и авторы. Если у вас есть что сказать, вы хотите поделиться чем-то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Всегда рады. Ну что ж, вернемся тогда к нашему опросу. Итак, я просила поставить плюс, если у HR-ов были конфликты с бизнесом, и минус, если таких конфликтов не было. Давайте посмотрим результат. Ну, я вижу, что много плюсов. Так, или это другие плюсы, да? Ага, и комментарии. Далеко не каждый бизнес приветствует активность и инициативность. Увы, я думаю, что это, скорее всего, признак слабого бизнеса, потому что бизнесу нужно развиваться, ему нужны активные люди. Ну, это, опять же, мои догадки, я могу ошибаться. Да, здравствуйте, плюс, минус, то есть и были, и не были. Хорошо. Тот, кто поставил минус, не было конфликтов, я вас могу поздравить. Вы, наверное, идеальные HR-ы, вы знаете хорошо бизнес, и на вас нужно равняться. Но, к большому сожалению, вот из моей практики я вижу, что таких HR-ов у нас немного. И HR-ы, которые считают, что можно вариться в собственном соку и не знать бизнеса, таких гораздо больше. Или просто не понимают этого, не понимают. Поэтому давайте мы сейчас обсудим эту тему. К нам, пожалуйста, подключайтесь. Особенно попрошу опытных HR-ов поделиться своими мнениями. И о чем мы будем говорить, напомню. Мы сегодня будем говорить о том, какова HR- действительность на сегодняшний день, каковы основные требования к современному HR-у, и какое будущее ждет HR-ов. Мне очень нравятся опросы, исследования, статистика, потому что в ней очень хорошо видно, куда мы движемся, что мы имеем сейчас и куда мы движемся. Поэтому я хочу привести пример. Вот такие статистические данные. Это исследования результатов центров оценки, проведенных компанией Экопси за последние пять лет. Выборка сделана по HR-руководителям компаний ТОП-10. Представляете? То есть вот то, что мы сейчас здесь увидим, это самые лучшие HR-руководители. И вот что мы видим. Значит, поясню. Оценивались в асессимут-центре разные компетенции. Они здесь вот перечислены. Я прокомментирую. Чем ближе вправо, тем лучше эти люди обладают, тем более высокий уровень компетенции у них присутствует. Итак, в среднем сильные стороны у такого сборного портрета HR-директора следующее. Наши HR-директора, здесь оценка у нас идет, да, вот зелененькие. Ориентируемся на зелень. Хорошо занимаются обучением иностраночным. Вот это у них получается самым лучшим образом. Это компетенции самым высоко развитым. Также они умеют работать в команде. Сотрудничать и работать в команде. Это у них тоже хорошо получается. Многие нацелены на результат. Это, кстати, очень хороший показатель, потому что раньше были опросы, там больше процессуальничков было. Сейчас мы выходим на результаты, это здорово. И многие хотят развиваться. Не очень многие, но тем не менее. Все равно очень высокий показатель. Готовность к саморазвитию. Это здорово. Теперь посмотрим, какие слабые стороны есть у нашего сборного HR-директора. Планирование организации работы, перспективное мышление, эффективная коммуникация, лидерство. Послабее. В результате что получается? Какой HR нужен бизнесу? Какой? В первую очередь. Наверное, бизнес хочет, чтобы HR-директор, сейчас мы именно о директорах говорим, вел за собой персонал, верно? То есть, чтобы он был лидером, чтобы он направлял персонал в нужном направлении. Но, к сожалению, лидерские качества у наших HR-директоров развиты не очень хорошо. Далее, что хочет бизнес? Он хочет, чтобы HR-директор был коммуникатором и оказывал влияние, умел убеждать. Эффективная коммуникация у нас тоже, как видите, пока западает. Также бизнес хочет, чтобы HR-директор широко мыслил, чтобы у него было такое стратегическое, перспективное мышление, и он умел предвидеть риски. Но со стратегическим мышлением, к сожалению, тоже не у всех хорошо. И, наконец, бизнес хочет, чтобы HR умел организовать работу таким образом, чтобы достигать цели. В результате все очень важные для бизнеса компетенции у нас находятся внизу. Ну, пожалуй, единственный, наверное, ориентационный результат выходит сюда. Что из этого следует? Что, конечно же, нужно развивать соответствующие компетенции. И давайте посмотрим, на чем делает акцент бизнес, и почему все-таки происходят вот те самые конфликты, о которых я спрашивала в самом начале. Каковы основные требования к современному HR-у? Кстати, кто знает, кто появился на экране, пожалуйста, напишите. Может быть, кто-то по фотографии сможет узнать этого человека. А я познакомилась с этим человеком несколько лет назад, не лично, нет, не лично, но я его видела, я видела его выступление. Я ходила на Всероссийский кадровый конгресс, и вот там он выступал. Выступление длилось 50-30 минут, но было очень-очень эффектно. И он рассказывал очень интересные вещи. Очень подвижный, активный человек, это американец. Так, ну, никто не написал, да? Ну, судя по всему, не узнали этого человека. Он является экспертом в области продаж, маркетинга, менеджмента, занимается внедрением уникальной системы управления человеческими ресурсами персонала и занимается стратегическим конфликтированием. Нам после окончания его выступления, он говорил по-английски, у него была переводчица, тоже такая эмоциональная, я очень хорошо запомнила их выступление. И нам после выступления раздали вот такую книгу, она называется «Настоящее будущее, важнейший фунт любой организации». Он зовут этого человека Джон Вон Эйка. Сейчас много книг написал. Было это несколько лет назад, как я уже говорила, и я была потрясена тем, как он начал свое выступление. Значит, собрались все HR, HR-директора, всероссийские кадры, конгрессы, представляете себе. И вдруг, значит, выходит Джон Вон Эйка и начинает с того, что я всех приветствую, вы знаете, что HR-бизнесу не нужны. И такая тишина повисла. HR-бизнесу не нужны. Ничего себе. Я только-только перешла в эту профессию, обучалась, только начала, ну, дошла вот до директора персонала, хочу дальше продолжать. Он говорит, не нужны. Потом он пояснил свою мысль, и как раз мысль заключалась в следующем, что HR в том состоянии, в котором он находится сейчас, не нужен бизнес. Бизнесу нужен другой HR. И он привел пример. Например, говорит, зачем нам, ну, так, по большому счету, рекрутеры, зачем нам нужны посредники между лицом, принимающим решения, руководителем структурного подразделения, да, и кандидатами. Все равно руководитель структурного подразделения принимает решение сопостоятельно. А вся вот эта работа, которую делает HR, черную работу, да, ну, достаточно серьезную работу, она, собственно говоря, уходит в песок. Вот. И то же самое по всем другим направлениям. И вывод, который он сделал, будет следующий. Если HR останется на уровне девочки или мальчика на прикушках, ну, то есть просто исполнителя, то очень быстро его можно будет заменить чем-то другим. На тот момент еще не было ни робота Веры, не было еще серьезных каких-то программ, типа истав или хант-флоу, которые помогают, и которые действительно заменяют рекрутеров, например. Но тем не менее он уже это сказал. И вот эта вот мысль о том, что должна быть трансформация, мы должны меняться, да, или умирать. Изменяйся или умрешь. Вот в этом смысле меня это тогда, конечно, очень потрясло. На сегодняшний день, я думаю, что это не открытие. И мы сейчас посмотрим с вами, как можно действительно измениться, изменить отношение к своей работе, к бизнесу, для того, чтобы помогать бизнесу развиваться тоже. Мы посмотрим разные направления деятельности, пройдемся по каждому из них. Например, это HR-стратегии. Вот те самые девять требований к бизнесу, да, это требования к HR-стратегии. Требования к подбору персонала, к системе адаптации, онбордингу, системе оценки персонала, обучения и развития, мотивирования персонала, корпоратива, оптимизация бизнес-процессов и управления изменениями. Ну, плюс что-то еще, о чем я тоже расскажу. Если вам интересны эти темы, и вы еще не проходили наш курс менеджер-персонала уровень 1, я вас приглашаю. Потому что с 15 февраля начинается этот курс, он будет проходить днем с 10 до 17.10, всего 40 академических часов, дистанционно. Плюс этого курса в том, что мы делаем запись, и эта запись будет выложена в вашем учебном кабинете и доступна вам в течение 6 месяцев. То есть вы сможете просматривать эту запись. Ну, плюс, конечно же, презентации, дополнительные материалы, все это тоже будет. В курсе мы будем рассматривать темы, касающиеся разных направлений, очень современных направлений, таких как диджитал организация, HR-маркетинг, адаптация, онбординг, T&D-система и так далее. То есть это курс, который структурирует знания того HR, который уже работает. Ну, и для новичков это тоже очень полезный курс, потому что сначала, с самого начала вы сможете понимать особенности HR-работы и как те инструменты, мы дадим те инструменты, которые вам помогут в работе. Ну что ж, давайте мы тогда пройдемся. Да, здесь у нас, если у вас нет высшего образования, мы выдадим свидетельство. Если есть высшее образование, у нас определение повышения квалификаций. Ну, и если вы выберете дипломную программу, я вижу в чате у нас есть наши выпускники, дипломники, то вы получите вот такой диплом в профессиональной переподготовке, то есть получите новую профессию. Теперь пройдемся по тем девяти требованиям бизнеса, о которых я говорила, и я прокомментирую то, что я, как я себе представляю это. Во-первых, HR-стратегия. HR-стратегия, она выходит из общей стратегии. И вот, к большому сожалению, я сталкиваюсь с тем, разговаривая с нашими слушателями, по смекаме, что очень редко в организации она разрабатывается. И получается, что мы работаем, знаете, как вот плывем по течению, и все. А куда плывем, не знаем. Это мне напоминает Алису в стране чудес, когда она оказалась на перепуте дорог, и у чеширского кота спрашивала, куда мне идти, по какой дороге. Он спрашивает, куда ты хочешь попасть. Она говорит, мне все равно, он говорит, ну, когда, все равно, куда тебе идти, все равно не придешь. Так вот, HR-стратегия, то есть долгосрочный план на несколько лет, он, к сожалению, не всегда разработан. Хуже того, HR, сами HR, не могут сформулировать миссию компании. Не могут, не знают своих клиентов, не знают конкурентов, не знают, какое EVP, ценностное предложение компания на рынок несет, не знают, какую нишу занимают, какую долю. Куда идем? Ничего не знают. И это, конечно, очень печально, потому что здесь идет столкновение с бизнесом. Бизнес ожидает от нас HR-стратегии. HR-стратегии не разработаны. В результате мы не можем выполнять ту стратегию, которая намечена бизнесом, и мы проседаем по персоналу, именно по людям. А люди – это самое главное. Помните определение организации? Что такое организация? Организация – это, в первую очередь люди. Люди, которые объединены какой-то целью и идут в каком-то направлении. Поэтому это, конечно, большой пробел, и HR-подразделения должны знать общую стратегию и вырабатывать HR-стратегию. Следующий момент – подбор персонала. Кстати, напишите, пожалуйста, в чате, какие каналы при влечении персонала вы используете. Просто очень интересно, какие каналы вы сейчас используете. А я пока прокомментирую. На этом уровне, на уровне втором подбора персонала тоже бывают конфликты. Конфликты заключаются в том, что заказчику, конечно, требуется результат. Заказчик работает на результат, и он говорит о том, что мне надо, допустим, закрыть такую-то вакансию. А рекрутер начинает ему рассказывать о том, что он сделал, в каких каналах, на каких площадках разместил объявление вакансии, сколько человек обзвонил, сколько человек пригласил на связи и так далее. То есть о процессе. И вот он конфликт. прокатит и говорит, я понял, ты проделал большую работу. Скажи мне, пожалуйста, ты закрыла вакансию? Нет, ну я же и опять. То есть разговор совершенно на разных уровнях происходит. Уровень процесса и уровень результата. Ну вот, кстати, не вижу, к сожалению, никто не написал. Возможно, это... А, нет, есть ответы, хорошо. Можно, я хотела сказать, возможно, это секретная информация, конфиденциальная. На каких площадках вы публикуете свои объявления, где ищите, вот, тогда можно, конечно, не отвечать. Но если это не секрет, напишите, пожалуйста. Коллеги, я прошу отключать микрофон, если вы хотите что-то сказать, я готова ответить. Готова ответить. Вот, но, пожалуйста, если просто шум какой-то идет, лучше микрофон не включать. Спасибо. Так, значит, вот есть ответ, таргет рекламы в Яндекс, работные сайты, приведи друга, реферальная программа. Отлично, отлично. Я не вижу здесь вот хэдхантера, суперджоба, не вижу других работных сайтов. Готовим блок, блок на сайте компании, начинаем сообщение, общение с учебным заведением, прелиминарием, наверное. Прекрасно, прекрасно. Вот продвинутый HR у нас, это радует. Я просто хотела сказать о том, что если HR не может определить разные каналы поиска и зациклен только на одном, как у нас девушка говорила, нам нужны игрущики, мы размещаем объявления на хэдхантере, большие деньги платим, а игрущики все не идут и не идут. То есть источник не совсем правильно подобран. Если неправильно подобран источник, то в этом случае, конечно, результата не будет. Ну и, конечно же, в последнее время наши коллеги все больше и больше используют социальные сети. Социальные сети, профессиональные сообщества, и мы вообще постепенно переходим в SMM, мы становимся немного маркетологом. Это тоже очень важно. Итак, если мы говорим о подборе персонала, то здесь требуется привлекать и удерживать нужных людей. И надо знать, где они находятся, эти нужные люди. Еще одно требование бизнеса. Бизнес хочет, чтобы новые сотрудники как можно быстрее влились в работу. и здесь есть два таких, две крайности. Первая крайность, когда перед тем, как разрешить человеку что-то выполнять новичку, проводятся тренинги, такие длинные тренинги, это может быть неделя, две, до месяца, целый месяц ходит по тренингам, чему-то учится, 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 потом ему все это надоедает, он говорит, нет, наверное, не мое, и уходит. Деньги вложены, время потеряно, не нашли, вакансию не закрыли. Вторая крайность, заключается в том, что человек приходит и его сразу окунают с головой в работу. В одной компании вот такая система адаптации называлась подводная лодка. Подводная лодка это когда человек приходит, ему дают задание с первого дня на неделю и он должен выполнить это задание. Если он не выполнит, то с ним попрощается. Выполнят, молодец, но при этом никто не имеет права ему помогать. Представляете, в результате новичок он и так в стрессе, потому что у него адаптация к рабочему месту, корпоративной культуре, к людям, к функционалу, но, тем не менее, с него требует. И вот двойной такой стресс он, конечно, не каждый выдерживает. Вторая крайность реальная жизнь. Да, возможно, возможно, но вот, к сожалению, так бывает. Поэтому наша с вами задача выстроить систему адаптации онлайнга таким образом, чтобы и бизнес не потерял вот на этом длительном обучении и не потерял деньги, которые мы выделяем на подбор, например, чтобы те люди, которых мы привлекли, все-таки остались у нас и как можно быстрее стали наиболее эффективными. Это система адаптации онлайнга. Что касается оценки персонала, здесь мы сходимся с бизнесом. Потому что бизнес всегда с радостью выступает за то, чтобы проводить такие оценки. Но у нас здесь другая история. Дело в том, что многие оценки, вот методы оценки сводятся только к оценке результативности. Вот сколько сделал, сколько договоров подписал, сколько товаров продал и так далее. Но не думают о том, а какова же ее ценность самой деятельности. Ну, например, если сказать чем больше, тем лучше, вперед из песни, то может произойти такая ситуация. В моей жизни такая ситуация была. Мы сказали менеджерам по продажам, по работе с клиентами, чем больше продадить мест в отеле, тем лучше. В результате, чего мы добились? к Новому году отель был продан на 102%. То есть все номера были проданы и плюс еще 2% гости приезжают, селить их некуда и вот что делать непонятно. Та же самая история у нас была, например, когда я работала в группе компаний, которая занималась полиграфией. Там даже ситуация была, когда менеджерам сказали, продавайте, чем больше заказов будет, тем лучше. они расстарались, очень много привлекли клиентов и в результате производство просто не справлялось с этим. Либо не было каких машин, у нас надо было закупить печатную машину для того, чтобы выполнить какой-то заказ. Либо просто не успевали, потому что в какие заказы шли и так далее. И, конечно, заказчики были очень недовольны, сроки увеличивались и многие от нас просто ушли, наши клиенты. Поэтому тут надо четко понимать требования бизнеса, что бизнес может сделать, что не может. И когда мы оцениваем, мы оцениваем не только результативность, то есть сколько продал, но и как это было достигнуто, подписывается ли это в стратегию бизнеса и, конечно же, компетенции оцениваем, потенциал, потому что мы смотрим стратегически и нам нужно понимать, а сможет ли этот человек, вот сегодня он хорошо справляется, а сможет ли он завтра справляться с этой деятельностью. То есть мы оцениваем еще и потенциал, компетенции. Получение и развитие большие проблемы с бизнесом. Вот здесь конфликты точно возникают. Напишите, пожалуйста, плюс, у кого в организации обучают работников за счет организации и минус, если этого нет. Ну или по прошлому опыту тоже можете оценить. Если обучают за счет организации или нет, тогда ставим минус. Дело в том, что вот пока вы пишете, да, я сейчас прокомментирую это. Дело в том, что многие работодатели считают, что надо брать готового сотрудника и нечего деньги тратить на обучение. Но мы понимаем, что даже если мы возьмем готового, квалифицированного работника, все равно через некоторое время его надо обучать. Так, я смотрю чат. Ой, как меня радует наш чат. Слушайте, сегодня собрались самые-самые лучшие чары. Одни плюсы. Классно. Это очень хорошо. Значит, руководители ваших организаций понимают ценность обучения. И HR надо, конечно, уметь доказывать важность обучения и результативность. Вот если мы умеем посчитать результат, который после обучения будет, то есть что, какая польза будет от результата, и сравнить сможем с теми расходами, которые мы понесли на это обучение, тогда будет вообще замечательно. Мы будем убедительны, ну и дальше уже представляем эту информацию руководителю, чтобы он видел это обучение и развитие. Еще один шестой пункт, где возможны конфликты, это система мотивирования. Я вижу в чате, обучают в двух случаях, когда совсем припекло и когда собственник считает, что найденный цикл вебинаров будет нужен. То есть, если я правильно понимаю, а так да, брать готово. Если я правильно понимаю, то какого-то плана обучения нет. Кстати, если мы говорим об обучении, здесь очень важный момент, нужно понимать, что есть запрос и есть потребность. Очень часто приходят руководители структурных подразделений и говорят, хорошо бы нам обучить того-то, или руководитель организации, хорошо бы нам обучить, потому что есть такой классный спикер, пусть он нам проведет вебинар, или мы купим вебинар, записи и все прочее. Не думая о том, это эмоциональный такой порыв, не думая о том, а зачем это нужно. Ну да, мы потратим время, люди, предположим, послушают, а что это даст бизнесу? Есть какая-то отдача от бизнеса или нет? Может быть, это сделать факультативно, по желаниям? Так, еще вижу, только в одной из моих организаций обучались сотрудников, но деньги на этом жутко экономили. Ну да, к сожалению, есть такое дело. Ну, кстати, есть способы сэкономить на обучение, приходите, мы вам расскажем, как это делается, какие варианты тоже есть. Так, и вот Евгений еще пишет, что когда на Agile переводили, всех обучали, не спрашивая. Евгения, а польза-то была? Напишите плюс, если была польза, и так, так вопросы, если пока непонятно. Agile это классная штука, но тут тоже много нюансов. Спасибо. Так, до сих пор не знаю, была ли польза. Ну, вот очень обидно, потому что деньги, силы, эмоции были вложены, да, а в результате непонятно. Выиграли мы или проиграли, И в следующий раз, когда будет нечто подобное, скорее всего, у людей будет уже такое недоверие, да, недоверие к этому. План обучения на основе заранее снятой потребности отдельно, отдельно, реальность как сложится. Ну, я хочу сказать, что планы не всегда выполняются, да, но главное, что есть, это уже хорошо, это уже здорово. Да, недоверие есть и было, никуда не делось, пишет Евгения. Вы знаете, здесь еще очень важно, вот мы дойдем до девятого пункта, это управление изменениями, я сейчас это тоже прокомментирую. Ну, а что касается мотивирования, здесь тоже проблемы примерно такие же, как и при обучении. Почему? Потому что мы понимаем, что нам нужны лучшие, мы бьемся за таланты, а таланты надо мотивировать, и не только материально, ну, и развивать их, да, и то же самое обучение и так далее. А руководители не всегда это понимают и иногда пытаются на это сэкономить. То есть система мотивации, которая хорошо бы работала, она может показаться руководителю очень затратной. В результате бизнес отказывается от этой системы и останавливается на какой-то более примитивной системе, которая не мотивирует или мотивирует только тех, кто не является талантами, середнячков, скажем, а потом бизнес удивляется, а почему у нас такие середнячки, нам же надо прорывы делать, а где таланты? Таланты надо мотивировать, поэтому здесь тоже нужно уметь и ждать. Еще один момент, где бывают конфликты, это корпоративная культура. Корпоративная культура, когда спрашивают, есть ли у вас корпоративная культура, иногда говорят нет, но это не совсем конечно корректный вопрос и некорректный ответ, потому что культура, она всегда есть, вопрос какая, это так же как температура, у тебя есть температура? Нет, типа я здоров, у меня нормальная температура, вот так же здесь, корпоративная культура всегда есть, только может быть слабая, может быть сильная, и вот корпоративная культура состоит из таких нюансов, как миссия компании, стиль управления, социально-психологическая атмосфера, уровень конфликтности, внешние признаки, дресс-код и все прочее, вот что я имею ввиду корпоративной культурой, и наша с вами задача, конечно, не разрабатывать корпоративную культуру, от нас она не зависит, она уже сложившаяся, ну допустим, стиль управления, есть ли стиль управления в организации авторитарной, что мы можем сделать? Мы же не можем прийти к обладателю и сказать, у вас авторитарный стиль управления, давайте менять и быстро, не можем, или миссия, миссия до нас уже разработана, собственниками и так далее, нам не нравится эта миссия, давайте менять, ну нет, конечно, то есть это не наши полномочия, мы должны это применять как данность, разделить и дальше только развивать и поддерживать ее, а не запретать, ну, к сожалению, иногда бывают такие случаи, когда HR пытаются что-то изменить и на этом уровне, так, смотрю чат, по пункту седьмому, у собственников другая точка зрения, именно HR должна отвечать за корпоративную культуру и формирование развития, да, с этим я согласна, но опять же, когда они говорят, что это вы должны формировать культуру и так далее, мы должны понимать, что они имеют в виду именно развитие и поддержание, да, не то, чтобы мы пришли и меняли что-то, а чтобы мы поддерживали то, что транслируется сверху от собственника, то есть, вот даже тут, видите, что такое конфликт, это столкновение интересов, и даже тут вот и могут быть какие-то недопонимания друг друга, просто исходя из формулировки, они имеют в виду что-то одно, ну и что-то другое, недопонимание, да, бывает, ну, что делать, это данность, теперь про оптимизация, здесь имеется в виду оптимизация бизнес-процесса, да, и наша задача, если мы что-то видим, что нужно изменить, нужно менять, и еще раз возвращаясь к тому, что мы хорошо должны знать бизнес, да, мы должны знать и клиентов, и конкурентов, и место, которое наша компания занимает здесь, вот на рынке, и так далее, а потом уже, исходя из того, что происходит, значит, вовне, смотреть, каким образом мы можем выйти на более высокие рубежи, и когда мы говорим про оптимизацию, мы говорим не только про оптимизацию HR-бизнес-партнеров, HR-бизнес-процессов, извините, но и про оптимизацию других бизнес-процессов, возможно, мы не очень хорошо знаем, поэтому наша с вами задача возглавить эту работу, организовать эту работу, если мы понимаем, ну, пример могу привести, этот пример я тоже привожу на нашем курсе, на одной из наших курсов, когда я работала в отеле, мы выяснили, что официанты работают круглосуточно, на сутки работает, трое отдыхает, и это очень эффективно, потому что мы никак не могли закрыть позиции, то есть официантов много, мы посмотрели там бенчмаркет, бенчмаркет и так далее, по сравнению с другими отелями много официантов у нас, но тем не менее, все равно их не хватает, и когда мы оптимизировали бизнес-процессы, в том числе мы изменили график работы, оплату, почасовая стала оплата, раньше была оплата, теперь почасовая оплата была, более гибкий график сделали, то есть официант уже мог выбирать, когда он приходит, не сутки работает, хотя ночью спал просто, потому что у нас не было работы, а именно тогда, когда большая загрузка, там он может заработать больше денег и так далее, и вот это уже стало мотивировать, и тогда изменилась и работа всего ресторана, и кухни, и так далее, то есть целый вот такой бизнес-процесс, несколько бизнес-процессов мы изменили, вот поэтому мы должны это видеть и оптимизировать, выходить с предложениями, работать с руководителями, и так далее. И наконец, девять, это управление, на мой взгляд, это самая большая проблема для многих изменений, которые мы внедряем, но почему, потому что организационные изменения, как-то более-менее люди понимают, а вот когда мы говорим о психологических факторах, об этом не думают, но мы должны понимать, что любой выход из зоны комфорта, он сопровождается какими-то трудностями, ну представьте себе, вот сидите вы дома, в теплее вам говорят, так, пожалуйста, выходи на улицу, там раздетый, и отбеги вокруг дома пять раз, вы тогда ничего себе, еще и должны это делать, ну как, это же закаливание, это очень полезно, ты не будешь болеть, у тебя иммунитет улучшится, и так далее, но мы понимаем, что даже если это полезно, мы не хотим этого делать, и вот это касается выхода из зоны комфорта абсолютно любых ситуаций, даже когда мы меняем заработную плату, повышаем ее, и то люди настороженно относятся к этому, они, конечно, радуются, но так насторожно начинают сопротивляться, а почему, а что, а за что, а что будет, а может быть, потом вычтите там за что-то и так далее, вот, поэтому здесь нужно учитывать, конечно, особенности психологические в управлении изменениями и правильно их проводить, кстати, недаром в законе законодатель дает как минимум два месяца для предупреждения работников, при сокращении численности штата, при ликвидации организации, опять же, 74-я статья от Рудового кодекса, когда изменяются условия такого договора, почему, потому что они знают, что человек должен привыкнуть к этому, к этой мысли, он должен подготовиться к следующему шагу и так далее. Поэтому управлять изменения не надо верно, там тоже много нюансов, по шагу логаритма есть определенный, и HR должен инициировать, возглавлять эти перемены. Вот мы с вами обсудили 9 требований к современному HR, уровень конфликтов, где они могут быть, и давайте подведем итог. Значит, HR должен быть, конечно же, вот 9, обсудили, плюс-плюс, он должен быть, конечно, лидером, в первую очередь. Помните, наш первый опрос, который я показывала, на последнем месте компетенции лидерства, к большому сожалению. Что значит быть лидером? Это, во-первых, уметь достигать результат. Во-вторых, уметь считать эффективность своей работы, HR-метрики, то есть, если мы говорим про HR-аналитику, то она должна присутствовать у нас вообще во всех направлениях деятельности. Третье, мы должны уметь позиционировать свою работу, визуализировать результаты и показывать нашу работу, потому что, если мы не будем об этом рассказывать и показывать, об этом никто не узнает. Ну, мы варимся в своем соку, мы молодцы, посчитали метрики, о, супер, у нас там 200%, вот, а никто об этом не знает, а все остальные смотрят и говорят, а чем вы вообще занимаетесь, а зачем нам нужен HR, да, что вы делаете? Везде не ищете. Ну, и еще один нюанс, это уметь быть убедительным и оказывать влияние. Здесь вот эта компетенция тоже проседает, то есть, иногда HR подкованный, понимает все, делает все правильно, но не может переубедить заказчика, работников, там, руководителя структурного подразделения, руководителя организации, не с понимающих решений, не может убедить. Почему? Не хватает аргументов, не имеет, нет техники ведения переговоров и убеждения. Поэтому, конечно же, нужно к этому стремиться развивать эти компетенции и основных выводов опроса, да, опросили 1200 руководителей HR подразделения международной компании и выяснили, что примерно две трети руководителей HR подразделения согласны с тем, что HR функция уже потерпела и претерпевает изменения под влиянием цифровой трансформации. И только 40% руководителей HR отметили, что иметь готовый план работы в цифровой среде на уровне организации и HR функции. Тренды современного вот HR это, конечно же, цифровизация, это, конечно же, работа как СММщика, потому что это очень важный момент и социальные сети и маркетинговые подходы, они помогают нам работать. Это роботизация, все, что можно передать программам, роботам и так далее, надо это делать. Это мышление на уровне стратегии, это, конечно же, HR-аналитика, безусловно, использование каких-то новых подходов и инструментов работы и, конечно же, это изучение потребностей бизнеса, что нужно. Напоминаю, что организация это единый организм. Если мы будем врачевать только один палец, остальное все не изменится. Поэтому, когда мы вводим какие-то новые системы, мы должны понимать, как это отразится на всей работе организации. Так, я вижу в чате, думаю, что все эти требования не к рядовому HR, минимум руководителя отдела. Плох тот HR, который не хочет стать HR-директором, да? Ну вот, и ответ, это нормальное требование к любому HR-специалисту. Да, я тоже думаю, что к любому, потому что, когда мы станем HR-директорами и не поменяем свое мышление, мы будем плохими HR-директорами. Если мы не хотим быть HR-директорами, то, возможно, мы будем занимать должность HR-бизнес-партнера или HR-женералиста в единственном лице, и к нам все равно такие же требования будут предъявляться. Стратегические мысли для рядового кадровика это жестко. Ага, я говорю не про кадровиков, обратите, пожалуйста, внимание. Я не говорю про специалиста по кадровому делопроизводству, это другое, это процессуальная работа. Я говорю именно о менеджерах, о персоналу, который занимается подбором, адаптацией, аттестацией, мотивированием персонала и так далее. Вот именно управнический нюанс. Я просто это не проговорила, прошу прощения. Ну что же, приглашаю вас на наш курс. Мы с вами и гораздо больше. Я поделюсь своим мнением, своим опытом, обменяемся опытом. Вы расскажите о том, как у вас это все происходит. Узнаем много всего нового, ну и получим, конечно, престижный документ, диплом. Итак, сегодня мы посудили с вами вопросы о том, какова российская действительность, печальный пока по статистике. Выяснили, какие основные требования к современному HR менеджу и где могут быть конфликты, на такие вот слабые стороны. Ну и какое будущее ждет HR. Немного по трендам прошлись, а более подробно уже на нашем курсе. Запись вебинара будет выложена в вашем личном кабинете и на YouTube. У нас есть свой канал. Пожалуйста, можете посмотреть, какие там еще есть вебинары и я готова ответить на ваши вопросы, если вопросы какие-то имеются. Ну, мы вас благодарим за внимание. Если вопросов нет, наши контакты здесь, адрес моей почты, пожалуйста, пишите, приходите, будем дружить. Я выключаю запись и если какие-то вопросы есть, я готова на них ответить. Спасибо, да, спасибо всем. Спасибо. Спасибо.